здравствуйте меня зовут маша и сегодня я очень хочу рассказать вам про свое исследование которое я делала в рамках молодежной программы конференция пушкинский юз я надеюсь что я смогу вам рассказать что-то интересное быть может неожиданное или то о чем вы никогда не задумывались начнем мое исследование называется куда шагает человек джакометти наверное вопросы которые могут возникнуть после прочтения этого названия кто такой этот джакометти что это за человек и почему он куда-то шагает наверное стоит стоит сказать что альберто джакометти известен всему миру прежде всего как создатель статуй с ломкими и очень тонкими силуэтами сведенными почти контуру это какие-то персонажи из нематериального мира это тени и когда я впервые увидела их у меня возник вопрос почему они так выглядят что джакометти хотел нам сказать их внешним обликом мне стало вдвойне интереснее когда я узнала что до того как альберто джакометти пришел к такой живописной и изобразительной манере он занимался какими-то сюрреалистическими опытами он был знаком с художниками сюрреалистами входил в разные сюрреалистические группы но потом произошло что-то и он отказывается от всего этого и начинает заниматься чем-то совершенно другим так вот вопрос в том что же тогда произошло почему у джакометти кардинально поменялась точка зрения и миропонимания можем говорить даже так где его точка бифуркации для того чтобы было бы проще его ее найти я выделила три определяющих вопроса которые мне помогут это что создана как создана и почему создана почему сейчас на экране картинка скульптуры альберта джакометти шагающий человек потому что это самая известная его скульптура и на ней очень удобно говорить про основные принципы и идей которые альберта джакометти выработал за все время что он создавал вот этих своих тонких и невесомых человечков если вернемся к вопросу про точку бифуркации то в голову может прийти вполне очевидный ответ связанный с пространственным временным контекстом дело в том что альберта джакометти пережил практически все страшные катастрофы военные катастрофы 20 века и здесь мы больше степени конечно говорим о второй мировой с ее просто нечеловеческими ужасами и вторая мировая вообще поставила под вопрос о существовании человеческого разума и гипотеза о том что вторая мировая повлияла на творчество альберта джакометти является довольно распространенной в частности ее поддерживали многие его современники они были склонны видеть его работах образы истощенных узников концлагерей инвалидов войны погибших в ходе бомбардировки хиросима и нагасаки и для того чтобы не быть голословной я покажу вам некоторые фотографии как раз узников концлагерей и вот фотографии из японии но скажу сразу что это фотографии довольно жуткие поэтому я не буду долго их показывать впечатлению того что на джакометти произвел повлияла вторая мировая способствует не только внешнее сходство с фотографиями которые я только что показала но и техника которую джакометти использовал при создании своих статуй вообще как он их создавал он делал металлический каркас а затем набрасывал на него куски глины или гипса и тем самым получались какие-то груды кусков материи скажем так многие современники которые были в мастерской джакометти вспоминают что когда они заходили к нему они чувствовали себя в какой-то как как будто они в какой-то пещере вообще было непонятно что в эти это это скульптура которые изображают людей никто не видел в этом силуэт это было просто ну как бы непонятно что из непонятно чего и конечно такое впечатление во многом способствовало облику человеческого тела которое было после так скажем было у всех на глазах после второй мировой вот когда не было никакого полноценного целостного что касается самого альберта джакометти то он никогда не говорил о втором мировой как о ведущем мотиве его творчество но помимо выше указанных мной причин можно еще сказать что альберта джакометти конечно существовал не только в таком временном но и в художественном контексте и многие его современники и художники очень сильно переосмысляли вообще все и мир и жизнь именно из автора мировой она буквально разделила жизнь многих на до и после и здесь мы можем вспомнить как лондонскую школу так и каких так и американских художников в частности джексон полка и так поговорив про то что вторая мировая война могла повлиять на творчество альберта джакометти мы тем самым отвечаем на вопрос как создана потому что здесь мы конечно говорим про технику даже большей степени про вот эту разорванность и не целостность что касается двух других вопросов что создана и почему создана я надеюсь рассказать уже на оффлайн конференции в пушкинском музее чтобы ничего не пропустить следите за новостями в группе вконтакте пушкинский юз там будет все про нашу оффлайн конференцию есть мы с нетерпением всех ждем и до встречи